19 часов 3 минуты в российской столице. Добрый вечер, господа. Это Финам ФМ, ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время». У микрофона Юрий Пранько. В самом начале напомню средства коммуникации. Многоканальный телефон, его номер 65 10 99 6, код Москвы 495. Соответственно, для ваших звонков, для ваших писем наш портал в интернете finam.fm. Там же идет и прямая веб-трансляция. И буквально пару минут мне понадобится. Я подключу свой личный аккаунт в Твиттере. Можете туда также писать. У нас сегодня будет интересная тема. Полемика. Я надеюсь, что второй гость до нас доедает. Один уже здесь. Доехал вовремя. Другой задерживается. Столичные пробки. Я думаю, сейчас многие наши слушатели как раз-то также находятся в движении, что называется. Тема программы «Такая цель и последствия. Оппозиция решила раскрыть бизнес-карты правящей партии». Накануне депутаты Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков и Илья Пономарев опубликовали в своих блогах первые записи о членах Единой России, которые, как утверждается, не только участвуют в акционерных капиталах компаний, но также принимают участие и в управлении своими активами. Там названы были конкретные бенефициары, например, хорошо знакомые мне и вам Андрей Исаев и другие, в общем-то, можно сказать так, рядовые члены Единой России. Сегодня эту эстафету подхватил также господин Митрохин, лидер партии «Яблоко», опубликовал уже свой пост в социальных сетях. Ну, такое, знаете, достаточно серьезное, в общем-то, обвинение там. Это не шутки, да. Я увидел уже первую реакцию господина Неверов, это один из руководителей Единой России, правильно сказать, секретарь Генерального Совета этой партии, назвал инициативу «Справедливого Россов» обыкновенным пиаром, в том случае про Пономарева и Гудкова. В то же время он пообещал Неверов, да, цитата, внимательно следить, что там опубликуют. Еще одна цитата, если будут таковые факты, то депутату будут нести ответственность, заявил Неверов. Если таких фактов не будет, то ответственность будут нести другие, кто опубликует. Вот эту тему мы и обсудим. Сейчас у нас здесь уже в московской студии Финам.ФМ депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Бурматов. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот, к сожалению, мы ждем одного из бенефициаров этой всей истории, депутату Госдумы от «Справедливой России» Дмитрия Гудкова. Я надеюсь, что Дмитрий в самое ближайшее время у нас здесь появится. С одной поправкой только. У бенефициара этой истории фамилия та же самая, а человек это другой. Все-таки посвящена вся эта тема не Дмитрию Гудкову, а Геннадию Гудкову. Поправочка. То есть вы считаете, это такая реакция на то, что происходит вокруг отца? Я могу считать все, что угодно, но заявление моих коллег по Госдуме, Пономарева и Гудкова, что это ответ. Ну, значит, это ответ. Ну, вы сами как восприняли эти публикации? Нормально. Я считаю, что... Я внимательно читаю, что там написано. Я считаю, что если там будет действительно информация, которая будет противоречить, скажем так, тем декларациям, которые были поданы в апреле месяце нашими депутатами, мы из этого будем делать... Сравнить ведь очень легко, на самом деле. Очень легко. Но пока идет публикация самих этих деклараций. То есть натурально берутся апрельские декларации, которые в апреле мы подали. Собственно, наручно они были заполнены. А самое интересное, что в апреле это никого не впечатлило вообще. Вот никого в апреле не впечатлила декларация Исаева. Я понимаю, почему. Потому что в апреле, вы помните, повестка была немножко другой. И, честно говоря, было не до декларации единороссов и справедливоросов, и коммунистов, и ЛПРС. Сейчас повестка гораздо более разряжена. И с точки зрения информационной кампании они все делают блестяще. Мне нравится. Если вы согласны с невером, что это пиар? Нет. Подождите. Зачем пиарить Вудкома? Зачем пиарить Вудкома? Я полагаю вполне, что Митрохинская публикация, это пиар, что Пономарев, например, он на этом пиарится. Но Вудковы, они проводят целенаправленную информационную кампанию. И учитывая, что Геннадий Вудков выходец из спецслужб, это такая, в общем, спецоперация. Спецоперация заключается в следующем. Вот вся история, которая вокруг Вудкова-старшего разворачивалась, она ведь разворачивалась летом. История абсолютно финансовая. К политике, я сейчас свое мнение высказываю, она не имеет ни малейшего отношения. История финансовая, которая, насколько я понимаю, начала раскручиваться после того, как компаньон Вудкова по болгарским делам написал заявление в Следственный комитет Российской Федерации о том, что болгарские дела Вудкова есть не что иное, как отмывание денег, уход от уплаты налогов и незаконная предпринимательская деятельность. После чего началась вот эта вот вся история с проверками, которая уже нашла о Рошан, в котором Вудков там главное действующее лицо, о Коломенский строитель, про которого он долго говорил, что это все не его, а потом оказалось, что у него там еще и общественная приемная его находится. Ну, то есть вранье на вранье, вот это все вскрывалось, вскрывалось. Вудков начал говорить, что я бизнес продал, потом оказалось, что ничего он не продал, и все ЧОПы его частные охранные предприятия так и остались на нем. Ну, это летняя история. Вот летом это никому не интересно. А Гудков, как человек грамотный, как опытный политик и один из ярких политиков справедливой России, сейчас организует информационную кампанию, которая выстрелит в осень. И они задают повестку на начало года, а в начале года, я напомню, у нас состоится первая пленарная неделя в Государственной Думе. На начало нового учебного года, я так пояснил слушателям, да? Ну, я немножко измеряю. Отлично. Вот несмотря на все сложности, сейчас, Владимир, я поприветствую Дмитрия. Я рад видеть, присаживайтесь, пожалуйста. Надевай гарнитуру. Дмитрий Гудков к нам также присоединяется. Я не учебным годом, на самом деле, измеряю, а там политическим годом, да, политический сезон начинается в сентябре. И совершенно логично, что коллеги задают повестку на сентябрь. И в этой повестке, естественно, все вот эти вот истории, которые связаны с финансами господина Гудкова-старшего, они уже забудутся, никому это будет неинтересно. А вот истории, которые будут связаны с декларациями единороссов, они будут как раз в повестке. И с точки зрения именно информационной кампании, они все делают очень грамотно. Вот. Но другое дело заключается в том, что вот эти декларации, которые собственноручно были в апреле там заполнены Исаевым, ну, мной, кстати, тоже, Дмитрием, как депутатом Государственной Думы и Гудковым-старшим, они все проверены и перепроверены правоохранительными органами и налоговыми службами и так далее. Поэтому, в общем, пока ничего нового там нет, потому что это просто апрельские декларации, которые сейчас СМИ подают как компромат, а читатели активно как компромат воспринимают. Собственно, ради бога. Но мне здесь что важно? Мне в этой кампании важно, ну, я как полагаю, что и моим коллегам по партии тоже, значит, если там всплывут действительно факты, которые противоречат действующему законодательству, законодательству, значит, на мой взгляд, по этим фактам должно следовать немедленное обращение в Следственный комитет Российской Федерации. И я буду это обращение поддерживать. Ну, Владимир, если я вас правильно понял, я подытожу и хочу Дмитрия послушать. То есть вот то, что сделали Гудков-младший и Пономарев, это отбивание такого, да, заказа. Нет, нет, я абсолютно о том не говорил. Я не считаю это никаким отбиванием заказа. Я считаю, это информационной кампанией, которая проводится в преддверии, в преддверии, значит, первого заседания и первой пленарной недели Государственной Думы, на которой гипотетически, я сейчас не готов сказать точно, может быть рассмотрен вопрос о снятии господина Гудкова-старшего депутатской неприкосновенности. И? 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 То есть это вот такое прикрытие информационное или что? И все, и все. А, понимаете, важно тут что, на мой взгляд, важно то, в какой ипостаси будет в сентябре выступать депутат Гудков. Одно дело, если будут обсуждать все вот эту финансовую историю, абсолютно связанную с болгарскими вот этими фирмами, с чем там еще, с колонненским строителем, с чем угодно, с частными охранными предприятиями, совсем по поводу чего у Следственного комитета, собственно, есть претензии к господину Гудкову. А другое дело, если все будут обсуждать то, что он является жертвой, что, значит, Единая Россия там ведет против него войну и так далее. Вот именно этого коллеги и пытаются добиться. Тут, в общем, больше ничего. Это Владимир Бурматов, член фракции Единая Россия, собственно, Дмитрий Гудков. Информационная спецоперация. Ни много ни мало. Я слышал в начале разговора, Владимир сказал, что эфир посвящен Гудкову. Вот неправда. Эфир посвящен не Гудкову, а эфир должен быть посвящен тем репрессиям, которые Единая Россия устраивает в последнее время. Эфир должен быть посвящен тем судебным решениям, которые позорят нашу страну, когда за хулиганство дают два года, когда подбрасывают наркотики, сажают на восемь лет. Сегодня у нас Осипова посадили на восемь лет. И таких историй огромное количество. То есть такая чудовищная несправедливость и эти политические репрессии, которые сегодня направлены против лидеров оппозита. Посмотрите, сегодня обыски идут у Навального. Уничтожили бизнес семьи Гудковых, да, и продолжается давление. Двенадцатого они хотят в нарушении Конституции, не неприкосновенность лишить. Они собираются лишить мандат. Без суда, без какого-либо уголовного дела. Никто не знает про эти секретные материалы Следственного комитета. Они поступили в Думу месяц назад, и мы до сих пор не можем их получить. То есть они настолько секретны, что даже самообвиняемый их не может получить. Поэтому для нас совершенно очевидно, что идет просто вот такое запугивание, давление, попытка уничтожить и выбить из игры оппозиционных лидеров. Потому что власть очень боится протесты. Власть очень боится, когда люди выходят на улицы. Дмитрий, тогда... И вот эта чудовищная несправедливость, да, и, собственно, нам Единая Россия подсказала, как нужно на самом деле работать против них. Они ничего не боятся. И вы решили опубликовать вот эти базы данных? Не только это. Сейчас я вам расскажу дальше. Они не боятся протестов. Они не слушают наших требований. Мы выходили на все эти митинги. Мы вносили поправки. Мы пытались вести с ними какой-то диалог. Закончился тем, что ни один наш законный проект не прошел. Они ввели эти фильтры губернаторские. И сегодня, например, по Рязанской области ни один кандидат от парламентской партии не может зарегистрироваться. То есть они фактически уничтожают выборов, занимаются фальсификациями. И когда мы решили посмотреть все эти декларации, конечно, они были опубликованы, но когда их огромное количество, их никто не читает. Берут там самые какие-то громкие случаи, когда там миллиарды рублей. Мы решили посмотреть, а кто же хочет, кто же у нас борется с незаконным обогащением в Думе. И посмотрели, и ужаснулись сами даже. Вот от чего ужаснулся Дмитрий Гудков, узнаем после краткого выпуска новостей. 19 часов 17 минут. Это реальное время. Финам. ФМ. У микрофона Юрий Пранько. Здесь у нас в московской студии прямого эфира Дмитрий Гудков, депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия». И Владимир Бурматов, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия». Цель и последствия оппозиция решила раскрыть бизнес-карты правящей партии. Вот тема нашего разговора. Свои письма направляйте на финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция. А Дмитрий, так что же вас ужаснуло? Ну, удивило меня больше всего количество, конечно, бизнесменов в рядах «Единой России». То есть, понимаете, они пытаются выставить себя такими белыми и пушистыми, а вокруг виноваты все. Навальный, там, его родители, там, Яшин, Удальцов, Гудков. Мы все такие ужасные, да. Все мы виноваты перед законом, и они такие белые и пушистые. Вот представьте, что во фракции 238 человек у них. 93 человек – это владельцы акций, компаний, причем там с такими доходами. Нам это не снилось близко даже. Я понимаю, когда в партии, ну, бывает 2-3 бизнесмена, которые действительно финансируют избирательную компанию. Ну, когда половина там. Это еще, я не перечисляю, там еще есть депутаты, которые продали свои акции, но на счетах у них там, в том числе в зарубежных банках, миллиардное состояние. Понимаете? И вот эти люди, которые владеют такими состояниями, они там увидели у Гудкова там какую-то подпись, я даже не знаю, что они там нашли, потому что мы до сих пор документы эти не получили от Следственного комитета. И Гудков занимался бизнесом с 92-го года по 2001-го. То есть до своего депутатства. Создал тысячи рабочих мест, понимаете? Многочисленные награды. Сотрудники компании в 90-х годах рисковали своей жизнью, вытаскивали из чеченского плена журналистов. То есть это компания, которую все знают, которую постоянно проверяли. У нее, кроме наград, не было ничего. Она не приносит таких денег, как, например, компании бизнеса депутатов-единороссов. И вот они, они пытаются выгнать его просто из Думы под этим предлогом. И мы начинаем выяснять, что у депутатов, например, выписку из единого госреестра юридических лиц заказываем. Пока выяснилось, что там несколько депутатов числятся генеральными директорами. То есть не просто акционерами. На самом деле акционерами по закону можно быть. По закону. Справедливый закон, несправедливый. Но есть в статусе депутата пункты о том, что только в случае конфликта интересов чиновник или депутат должен передать акцию в управление. Здесь же они участвуют непосредственно в управлении. Это выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Это люди, которые являются депутатами Государственной Думы. Дальше мы начинаем анализировать доходы и акции. И выясняется, например, по ряду депутатов, когда доход за 2006 год в 25 раз меньше, чем за 2010. При этом у них акция не только убавилась. Допустим, могли они продать свои акции. А у них эти акции увеличились в 10-15 раз. У них увеличилась недвижимость. У них там появились новые квартиры и так далее. И мы решили просто это показать. Мы даже не обвиняем. Мы просто решили поздравить, вот даже мой пост можно почитать, депутатов с таким замечательным ростом благосостояния. То есть франция Единая Россия это франция состоятельных людей. Второе. Это пока 5 человек. Мы будем дальше выкладывать. Мы скоро выложим еще 5 человек. Там еще более существенные нарушения. Недвижимость за рубежом, участие в иностранных акционерных компаниях и так далее. Сейчас мы это все покажем. Я думаю, что люди должны знать. И вот посмотрите. Действительно, может быть, мы не сильно много нового чего рассказали. Но какой резонанс? Вот для меня неожиданный резонанс. Это о чем говорит? Что просто всех уже это достало. Вот эта вот ситуация, когда главные там партии воруют голоса на выборах, принимают все эти репрессивные законы. Мы видим каждый день вот эти судебные решения безумные совершенно. Когда учитель из деревни, которому там подбросили какие-то копейки, вот дали, посадили на 8 лет. Сегодня это стои с Йосиповой, что случилось. Прокурор требует 4 года, суд дает, судья дает 8 лет. За хулиганство у нас пусть и рай дают 2 года. Это просто страна превращается в какое-то средневековье, когда к нам относятся как к какому-то быдлу. Нам запрещают собираться на улицах. Принимается закон всех, кто выходит на какие-то акции протеста или просто прогулки, штрафуют. Посмотрите, что у нас с Удальцовым. У нас постоянно всех лидеров оппозиции преследуют там следователи, сотрудники ФСБ, постоянные прослушки. Просто мы, наша страна становится похожа даже не на Белоруссию. Это какой-то 37-й год. Просто не хочется жить в таком средневековом государстве. И мы будем делать все для того, чтобы наша страна стала правовым государством. Если нужно опускать рейтинг Единой России таким способом, значит, таким будем способом опускать рейтинг Единой России. Я думаю, что все должны это сделать, потому что пока монополия у власти, пока вот у них монополия, они сидят и нажимают на кнопки, мы не сможем никогда продвинуться, мы не сможем никогда развивать экономику, наше образование, мы не сможем провести честные выборы. Поэтому это политика, политика это формирование общественного мнения. То есть вы будете выкладывать, выкладывать и выкладывать. И показывать истинное все Единой России. Это на самом деле сложно, очень много времени занимает. Дмитрий Гудков, Владимир, чем ответите, Владимир Бурматов, Единая Россия? Ну, такая экспрессия, она, конечно, понятна. Вот, все понятно, родственников надо защищать, здесь вопросов нет. Но я все-таки, знаете, против такого подхода. То есть вы все сводите к тому, что сын защищает отца? Ну, в данный момент мы это видим. Я хотел бы все-таки прокомментировать. Вот, понимаете, как получается, что вот вроде как наркотиками торговать плохо. Но если ты при этом против Путина, то это совсем другое дело. Вроде как от налогов уходить плохо, офшоры создавать плохо, быть депутатом, заниматься коммерческой деятельностью это плохо. Но если ты при этом против Путина, то совсем другое дело. Вроде как кресты спиливать плохо, но сейчас эти ребята заявят, что и они против Путина. И вся эта тусовочка пойдет защищать их. Вроде как бить журналисток это плохо. Но если ты против Путина, значит ты герой. Я вот против таких стандартов. Я на самом деле еще раз хочу сказать, что если коллеги действительно серьезно настроены, они бы публиковали не наши декларации апрельские, собственноручно заполненные единороссами. Там, судя по всему, ничего такого нет. У нас действительно не запрещено законом. Впечатляют состоятельные люди у вас во фракции. Но в других фракциях не менее состоятельные люди. Вы будете удивляться, ну и фракций гораздо меньше, вы будете удивляться, сколько и на сколько состоятельных людей, например, есть в КПРС. Да и господин Левичев, в общем, тоже между нами, говоря, не самый бедный человек. Мягко говоря. Поэтому можно перечислять и других справедливоросов, не бедных. Ну, не будем тратить на это время, наверное. Я тут просто одно хочу сказать. Вот довольно странно мне слышать, например, что я там, как кровожадный единоросс, значит впился в Геннадия Гудкова и сосу, понимаете, его кровь из сонной артерии, значит мешая ему всячески жить. Сосете вы другое что-нибудь. Ну, Дим, не надо свои привычки на других перекладывать. Не сонимаете. Но, мне честно говоря, до Гудкова нет вообще никакого дела. Есть история в отношении Гудкова, которую сейчас занимается Следственный комитет. Если Следственный комитет обращается в Государственную Думу, значит Государственная Дума либо дает согласие на снятие неприкосновенностей, я еще раз подчеркиваю, не на лишение мандата, а на снятие неприкосновенности, не надо здесь заниматься. Речь идет о лишении мандата. Дим, подожди, я слушал. Владимир, видимо, не очень знает планы своих. Я слушал тебя, и ты послушай меня. Вот. Либо откази о снятии неприкосновенности. Причем, почему здесь речь, например, идет только о Единой России, я не понимаю. У меня есть подозрение, что если речь действительно зайдет о снятии депутатской неприкосновенности, то нас могут поддержать и депутаты других партий. Например. А вот. Я противник того, чтобы хозяйственные истории, хозяйственные споры, а речь, насколько я понимаю, все-таки идет об этих фирмочках, там, Рошан, Коломенский строитель и так далее. Не про ЧОПы, которые там есть, награды у них нет, я не знаю, мне без разницы. А речь идет о коммерческих компаниях, где господин Гудков, судя по тем материалам, которые опубликовал Следственный комитет, я не знаю, Дмитрий, наверное, не читает сайты, я, например, на сайт просто захожу и смотрю, какие претензии у Следственного комитета есть к господину Гудкову. Это все в открытом доступе находится. Значит, где он участвовал непосредственно. Еще раз, я не знаю, участвовал там он или нет. Но я знаю другое. Я знаю то, что вот эти вот данные, которые сейчас публикуются по единоросам, и которые почему-то вдруг, внезапно, через полгода начали кого-то впечатлять, что если бы там что-то было, то публиковались бы не данные, а сканы депутатских обращений. Трех наших уважаемых депутатов, двоих по фамилии Гудков и одного по фамилии Пономарев, Следственный комитет Российской Федерации. Но ответ должен быть тогда симметричным, если есть что отвечать. Но вот в данной ситуации, при всем моем уважении к Дмитрию, мы там сто лет друг друга знаем, и к его отцу, но выглядит это немножко смешно. Да, информационная кампания получается эффектная. Да, СМИ это, ну, скажу грубое слово, но съели. Но действительно, вчера это было одно из тем дня. Но информационная кампания один день не продолжается. А дальше-то что? Но дальше может быть клоунадок, как вот с этой историей с антигулагом? Или дальше будет серьезное все-таки развитие событий? Если серьезное развитие событий, то здесь мы сделали вчера все заявления. Мы готовы к этому развитию событий, мы готовы чистить свои ряды от тех людей, кто нашкодил, если там такие есть. Но если серьезного развития событий не будет, если все ограничится перепечатыванием наших апрельских деклараций, если это просто создание дымовой завесы, чтобы Гудков перестал выглядеть коммерсантом, который совмещает депутатскую деятельность и коммерческую деятельность, а начал выглядеть жертвой, ну, тогда это будет немножко смешновато. Вы знаете, Владимир, я могу как журналист профессиональный, как вы говорите, мы съели, да? Я осознанно поставил этот эфир на вторник, не на понедельник, если вы заметили, да? Просто посмотреть на реакцию. А на самом деле я Гудкову, Дмитрию и Илье Пономареву благодарен. Вот в той кипе декларации, которую заполняют единороссы, да, действительно, вы правы, в апреле никто это не заметил. Копаться неинтересно. Никто не сталкивался. Они сделали гигантскую работу. И очень хорошо, что вот депутаты Единой России, да, они вот, вот, вот какие они есть. Вопросов нет. Активы, акции, недвижимость, дома по 300 метров квадратных, там, 500 и так далее. Вопросов нет. Лаборджинии и так далее, и так далее. Отличная работа. Если вы представите такую же работу, я имею в виду, вы, как Единая Россия, по другим своим коллегам, да, в Госдуме, то мы опять это съедим. Потому что это важно знать. Я не сомневаюсь, на самом деле. Просто мне кажется, каждому свое. Вот каждый должен заниматься какими-то своими делами. Но если коллеги считают, что это нужно и важно, да ради бога. Ну, я, например, сдав свою декларацию в апреле, в следующий раз вернусь к этому вопросу в следующем апреле. Вы считаете, и все фракции, во всей вашей фракции такие же честные, как и вы? Я в этом не уверен. А как я могу говорить за других? Слушайте. То есть вполне возможно, что те данные, которые опубликовал Дмитрий и Илья, они... Да, конечно, да, конечно, я об этом в самом начале сказал. Но если есть что-то... Важно. Но если есть что-то, ну, значит, с этим чем-то надо идти не в СМИ, а в Следственный комитет, чтобы просто... Почему вы не пошли в СКАР? Направлен запрос, опубликую скан. А, вы направили. Ну, конечно. Значит, во-первых, мне очень нравится вот этот вот подход. Каждый должен заниматься своим делом. Вот они занимаются своим делом, а мы просто людям показываем, каким делом они занимаются. Вот и все, вся разница. И следующий момент. Я то, что опубликовал, там есть хоть одно слово вранья? Тебе лучше знать. Нет, ну, ты читал же пост, скажи. Конечно. Ты же сам сказал, что я ссылался на декларацию, правда? Значит, я ссылаюсь на декларацию. Я ссылаюсь на Единый государственный реестр юридических... Это очень интересно. Я ссылаюсь на все официальные данные, все документы у меня там висят. Значит, на что ссылается Бурматов и вся Единая Россия, которая устраивает этот цирк? Они ссылаются на заявление Маркина. Который говорит, что вот мы знаем, что Навальный там ворует лес, а Гудков там создал незаконно какие-то там фирмы. Где документы? Нет ни одного документа, о которых они говорят. Это очень удобная позиция. Вышел Маркин, что-то там сказал на камеру, а потом они это используют как... Причем как они используют. Все телеканалы об этом рассказали. Все их подконтрольные сайты, понимаете? Ни одного документа мы не можем даже понять. Мы просим, запрашиваем. Гудков приходил к следователю и говорит, что чем вам помочь? Какие вам нужны документы? Давайте я ему хотя бы помогу, чтобы вы здесь не ходили и не прессовали моих людей. Дальше. В Думу поступили сведения от Следственного комитета. Почему тогда целое управление ФСБ выезжает в город Коломбия и начинает прессовать всех людей, которые работают на этом несчастном коломбинском строителе, там 6 человек? Значит, нет никакой у них информации, нет никаких доказательств, нет никаких документов. В этом-то и разница в том, что мы говорим, что есть у них. Мы просто берем декларации, там же если просто декларации смотреть, очень сложно в них разобраться, в цифрах. Мы же занимаемся аналитикой. Мы смотрим и приделываем, грубо говоря, ноги этим декларациям. Мы им показываем, где, например, стоит искать обман или где, например, тот или иной депутат скрыл доходы или то, что он является генеральным директором. Мы это просто публиковали, систематизировали. Дальше будет следующая порция информации. Я вас уверяю, мы здесь сядем, я вам покажу документ конкретно. Берите депутата и выгоняйтесь с Думы. Об этом поговорим после краткого выпуска новостей. 19 часов 33 минуты. Это реальное время Финам.ФМ. Здесь Дмитрий Гудков и Владимир Бурматов. Цель и последствия оппозиция решила раскрыть бизнес-карты правящей партии. Тема нашего сегодняшнего разговора. Финам.ФМ – это наш портал в интернете для ваших писем. Пишите туда. Там же идет и прямая веб-трансляция. 65 10 99 6, код Москвы 495. Это номер многоканального телефона. Звоните, высказывайте, задавайте свои вопросы. Дмитрий, если я вас правильно понял, значит, вы в СКР уже написали, да? Да. Так, и второй принципиальный момент. Вы сказали, что есть депутаты. Не только в СКР, еще в комиссии по депутатской этике. А, в Госдуму. Да. Как вы думаете, какова будет реакция господина Пехтина и членов этой комиссии? Ну, если господин Пехтин, когда обсуждал дело Гудковых, которые там якобы нарушали закон 6 мая на Болотной площади, нас даже туда не пригласил. Мы никаких чудес не ждем. Поэтому все, на что мы можем рассчитывать, это на общественное мнение. Вы сказали то, что у вас есть данные по отдельным депутатам, которым можно сейчас уже... Да. Я пока фамилию просто не вызываю. Я думаю, в четверг мы опубликуем информацию о сокрытии. Как раз, я не знаю насчет доходов, доходы не указаны, но конкретно компании за рубежом зарегистрированы на одного из депутатов. Это слепой траст или это прямое? Нет, нет, нет. Там с выдержками, с документами на Министерстве юстиции. Это человек, член фракции Единой России. И таких много? Ну, достаточно таких. Достаточно. Там у всех разные нарушения, но, понимаете, например, когда один из депутатов, пока не буду называть, за 4 созыва в Государственной Думе, обладая состоянием, там, доходами за год, там, миллиард рублей и больше, за 12 лет, ну, с 99-го года, 13 лет, выступил всего два раза на пленарном заседании. Я его никогда не видел там. Понимаете? Да, я не могу сказать и упрекнуть его в том, что он что-то нарушает, но пусть граждане наши знают, имеет он отношение к бизнесу или нет. И пусть сами сделают выводы. Как вы считаете, в вашей фракции действительно много людей, которые совмещают, ну, явно, неявно, свою политическую деятельность с бизнесом, скажем так, операцией? Я сейчас отвечу на ваш вопрос с удовольствием. Но сначала хотел бы прокомментировать сказанную Дмитрием фразу. Он сказал, где надо искать вранье. Я знаю, где надо искать вранье. Я знаю, что вранье надо искать в тех заявлениях, когда один из депутатов говорит, что, например, не имеет никакого отношения к колумбинскому строителю, а потом туда едут блогеры и снимают, что в здании этого самого колумбинского строителя находится общественный прием на этого депутата, и висит там табличка. На табличке написано фамилия Гудков. А кто говорил, что он не имеет отношения? Он не имеет отношения к управлению. Он такого не говорил, к управлению. Врать не надо только. Врать не надо. Я как раз за то, чтобы не врать, поэтому сейчас скажу. Вот и не надо врать. Да, чтобы ты не передергивал, не обманывал. Вранье надо искать там, когда говорят, что мы продали весь бизнес, а потом оказывается, что бизнес не продан. Что бизнес как был, так и остался, или продан сам себе. И снова фамилия этого человека Гудков. Вот там вранье на вранье. Вот искать его надо там. А то, что касается нашей фракции, я могу сказать, что, ну, Дима считает, что 90 человек — это половина от 300. Я все-таки считаю, что это треть. И математика считает также. Я считаю, что состоятельных людей во фракции действительно много. Это объективно. Я вижу в этом и плюсы, и минусы. Состоятельные все государственные. Есть даже, подожди, очень богатые. Дим, не перебивай, неудобно говорить. Я считаю, что в этом есть и плюсы, и минусы. Причем очевидные. И не только для нашей фракции, а для всех. Дело здесь не в состоянии, а в отношении к работе в Государственном Думе. Я к Дмитриям абсолютно согласен. Если человек не появляется на заседаниях, то совершенно неважно, какое у него состояние. Значит, нищим, простите меня за грубое слово, ну, хотя к депутатам это нельзя применить, даже депутатская зарплата, это вполне приличные деньги, даже для Москвы, не говоря уже о регионах. Или он миллиардер. Если он не появляется, значит, он не работает. Вот. И нельзя здесь унифицировать. Действительно, у многих есть акции. Я это видел, в том числе читал и в апреле, и сейчас смотрел. Но закон не запрещает это делать, если нет конфликта интересов. Нельзя напрямую участвовать в деятельности. То есть у нас не обязательно в доверительное управление передавать акции? Если есть конфликт интересов, то надо передать в доверительное управление. Здесь Дмитрий совершенно прав. Поэтому у многих есть крупная собственность. У некоторых есть собственность за рубежом, но сейчас мы, в том числе, инициируем этот закон о том, чтобы это запретить. Я просто напомню. Вот все эти истории с прозрачностью, с депутатской, инициировала именно Единая Россия. Они были, в том числе, и нам неудобны, а они всем неудобны, потому что приходится за собой следить. И история с декларированием доходов, наша инициатива. И история с декларированием расходов, наша инициатива. Сейчас история с запретом иметь собственность за рубежом то же самое. Слушайте, мы сами сознательно делаем эти ограничения. Вы знаете реакцию своих коллег в Единая Россия? С некоторыми из них знакомы. Я догадываюсь об этой реакции. Я догадываюсь об этой реакции. И рассказываю, как они поступят со своими акциями. Нет, слушайте, но я думаю, что и в эфире кое-кто может рассказать. Я полагаю, что недовольных гораздо больше, чем довольных. Но что делать? Я вот недавно прочитал очень хорошую... Да нет, Владимир, они на самом деле не боятся просто этого закона. Если он даже вступится. Вы знаете, вот декларирование доходов в свое время тоже не очень боялись. Вот все не очень боялись его как-то. А потом, когда ввели у нас, обнаружились какие-то забывчивые депутаты, причем в самых разных фракциях, которые вот как-то в апреле, первый раз, три года назад, если не ошибаюсь, они позабыли, что надо подавать декларации. Сейчас с расходами та же самая история. К этим вещам приучаются постепенно. Но это будет очень хорошая прививка для тех, кто будет появляться на этом поприще. То есть Единая Россия борется не просто за чистоту своих видов, а с коррупцией, с вот этими бизнес-потаемыми операциями. Мы действительно выступаем за прозрачность. И я еще раз хочу подчеркнуть, что если в отношении наших коллег по фракции будет действительно существенная информация, если это действительно противоречит законам, то меры партии и фракции будут приняты, этих людей не будет ни во фракции, ни в партии. Это Владимир Бурматов, Единая Россия. Можно про законы? Вы и вы сказали про лицемерие, Дмитрий. Про лицемерие, потому что сейчас попытка приписать себе авторство всем инициативам по борьбе с коррупцией. Они приняли этот закон по декларации, под давлением, которое оказывало оппозиция в течение многих лет. Ну и хорошо. Этот закон был внесен в начале нулевых, они приняли только за шестой год у нас только декларации есть, даже невозможно просчитать. Это первое. Второе. Мы предлагали им ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН. То есть, грубо говоря, если депутат-чиновник не может объяснить происхождение капитала, конфискует его тюрьма и запрет на профессию. Они до сих пор не принимают уже черт знает сколько. Подождите, еще не все. Еще не все. Значит, наше предложение о том, чтобы все чиновники декларировали свои расходы, оно уже давно поступило, они до сих пор не принимают. И третий момент. Наша инициатива, самая главная была, чтобы расширить перечень родственников, всех чиновников, которые обязаны декларировать свои расходы и активы. Знаете, кто сейчас декларирует? Знаете, почему они не боятся этих законов? Потому что сегодня декларирует, декларации подает депутат-чиновник, супруг-супруга и несовершеннолетние дети. То есть, совершеннолетние дети уже не обязаны ничего декларировать. Какие-то там дальние родственники, сестры, братья. Вообще невозможно проследить, нигде информацию собрать. То есть, просто покупают квартиру, на кого-то оформляют, на совершеннолетних детей, и невозможно проследить. Вот эту инициативу провалили дважды они в Думе, понимаете? И поэтому сейчас сложно очень найти, на кого чиновники и депутаты переписывают свои имущества. Поэтому пока вот это лицемерие говорит, что это мы, декларация, или это не вы. Вы просто, мы заставили вас это сделать. Когда уже было общественное мнение, сформировано определенным образом. Когда уже не смогли не принять эти законы. Можно я прокомментирую? Прерву опять поток экспрессии и снова к вопросу о том, где искать вранье. Дима говорит, в начале 2000-х годов было внесено, а потом под давлением оппозиции в середине нулевых принято. То есть, вы пять лет морозили этот закон? Пять лет морозили. Дим, подожди, ну не перебивай. Я же тебя не перебил. Хотя мог бы. Это не поток экспрессии, это конкретная информация, не вранье. Когда сказать нечего. На минуточку. В начале нулевых в Государственной Думе оппозиции было гораздо больше, чем в середине нулевых. И не пожела Единая Россия в середине нулевых принимать этот закон. Она как раз тогда его не приняла. Потому что в третьем году мы взяли в Думе практически все, было конституционное большинство. Но Единая Россия принимает этот закон. История с декларированием расходов озвучена Путиным на съезде Единой России. Когда? Слушайте, это было в прошлом или позапрошлом году, я сейчас не помню. И это будет работать. Вот. По поводу этой статьи в Конвенции ООН. Но мне здесь на самом деле довольно сложно сказать, потому что я выступаю за принятие этой статьи. Но почему-то ваши коллеги выступают против. Вот здесь вот я вас немножко поправлю. Дело в том, что есть заявление председателя профильного комитета Ирины Яровой, которая сказала, что эта статья будет принята. Ну так что ж станете, а не че? Ждете, когда все активы будут переданы. Переписывают просто. Вы знаете, вот... Нет, я не извлю. Я просто, понимаете, вот Яровая не так давно стала представителем комитета. Единая Россия контролировала предыдущую. Думаешь, простите, об экономике говорим. Контрольный пакет был акции. Да, в предыдущую дому. Итого 8 лет как минимум. Нет ратификации. Согласен. Вот здесь согласен. Я считаю, что ничего не будет страшного, если мы это ратифицируем. Абсолютно. Дело в том, что переписыванием, Дмитрий, как раз занимаетесь вы на своих родственников, переоформляя ваши частные охранные предприятия. Я тут уж опять... Есть документы? Документы есть? Подождите. Документы есть? Кто руководит частными охранными предприятиями семьи Гудковой? Дим. Депутат не имеет права руководить. Поэтому, естественно, он все свои акции передал в управление. Поэтому им руководит жена, конечно. Ну, вот я об этом и говорю. А вы на жен-то что не смотрите своих депутатов? Дим. Нет, я хочу понять, почему вот сейчас Бурматов сказал, что депутат может владеть акцией. Поэтому у нас много там богатых людей. А Гудкову-то с какой стати вы тогда за это же нарушение? Нет, Дим. С какой стати вы его вышвыриваете из Думы? Не перейдем. Объясни мне, пожалуйста. Я тебе объяснял, кто занимается переписыванием. Это двойный стандарт. Кто занимается переписыванием. Я вопрос конкретно задал. Я тебе конкретно отвечал. За что, Гудкова, вы пытаетесь вышвырнуть из Думы? Что ж ты кричишь? За что? Я не кричу, я говорю громко просто. Я хочу понять. Дмитрий, а вы считаете, что отца... 12 сентября его хотят лишать мандат. Мандат, да? И вы лишат. Нет никакого уголовного дела, нет никакого решения суда. Но вероятность высокая. Он готов сотрудничать со следствием. Знаете, почему неприкосновенности надо лишать депутата? Для чего это придумана процедура была? Потому что, допустим, есть какое-то преступление, да? Или, например, сокрытие доходов. Следственный комитет расследует дело. Пытается вызвать депутата, поговорить с ним. А депутат, пользуясь своей неприкосновенностью, прячется в Думе и со следствием не сотрудничает. Гудков сам лично, не по своей инициативе, приходил к следователю. То есть он ни от кого не бегает, понимаете? Ни от кого не бегает. Мои слушатели об этом знают. Он готов ответить на все вопросы. Мы с вашим отцом очень подробно сейчас говорили. Почему они занимаются вот этой вот расправой? Без всяких документов, без всего. Какой-то Маркин там заявил. Мне бы хотелось все-таки расставить акценты правильно. Значит, никто расправой не занимается Дума на каникулах. Вообще ни о какой расправе речи идти не может. Начнется пленарная неделя, начнется сессия, и поступит в Думу соответствующая информация, на основе которой будут делаться какие-то выводы. Но пока Гудков, простите, кричит так, что его лишают, как будто его лишают не неприкосновенности, а чего-то гораздо ему более дорогого. Вот мне кажется, что этот крик сейчас в пустоту, потому что обсуждаем вообще ничего. Есть претензия Следственного комитета. Он занимается незаконной предпринимательской деятельностью. Да ты у меня-то почему об этом спрашиваешь? А потому что я у тебя спрашиваю. Но не перенесывай меня. Депутат Единой России. К вам поступила информация. Месяц назад мы ее не можем получить. Где документы? На основании каких документов депутат Бурматов в эфире говорит, что Гудков там нарушитель закона? На основании чего говорит это Бурматов? Значит, я... И все ваши депутаты из федеральных каналов. Дим, слушай, ты задал вопрос, дай на него ответить. Я это говорю на основании официального заявления официального представителя Следственного комитета. То есть вы документы не читали? Слушай, я не собираюсь читать документы. А, это знаете, Юрий, знаете, что мне напоминает история? Подожди, Дим. Как мы познакомились с Бурматом, знаете, когда он сказал, что Шевчук мародер. Распространял информацию со ссылкой на одного полковника Пегишева, которого я потом нашел, а Пегишев сказал публично всем, что он этого не говорил. Вот чем занимается Бурматов. Это то же самое. Это все то же самое. Это попытка, вот знаете, вот, побольше, извиняюсь, дерьма выкинуть на оппозиционера. Нет, да куда уж больше, вы там по уши в нем. Конечно, куда уж больше. Теперь пора это все развернуть в вас в сторону. Сейчас все-таки на краткий выпуск новостей. Анастасия Юрьева расскажет, что у нас там последнее происходит. Затем мы продолжим наш разговор с Дмитрием Гудковым и Владимиром Бурматовым. 19 часов 49 минут. У нас всего 10 минут до конца нашего эфира. Дмитрий Гудков и Владимир Бурматов здесь в реальном времени на Финам. МФМ, вы меня, слушатели, просите запустить смс-голосование? Хорошо, я его запущу. Если вам близка позиция Дмитрия Гудкова, депутата Госдумы, члена фракции «Справедливая Россия», то на короткий номер 5533, пожалуйста, отправьте смс-сообщение с буквой «А». Дмитрий Гудков, 5533, смс-сообщение с буквой «А». Вам близка позиция Владимира Бурматова, депутата Госдумы, члена фракции «Единая Россия», то 5533, смс-сообщение с буквой «Б». Владимир Бурматов, 5533, смс-сообщение с буквой «Б». Голосование запущено, пожалуйста, участвуйте. 651099, 6, код «Москвы-495», финам.фм, это наше средство коммуникации. Вы хотите что-то еще добавить? Я хочу добавить. Дмитрий Гудков, да, и будем со слушателями общаться. Также Владимир Иванович. Где-то Госдуму надо распускать, потому что парламентский кризис очевиден, фальсификация очевидна. Мы выходим на площади для того, чтобы изменить правила игры и избрать нормальную Думу. Если есть какие-то претензии к депутатам, а их огромное количество, то значит нужно проводить новые выборы. И это всем очевидно, потому что уже такой дальше терпеть нельзя. Потому что, думаю, уже не место не для дискуссии, это место для каких-то политических разборок, это место для репрессии, это место, где мы видим расправу и попытка преследовать любых лидеров оппозиции, которые выходят на протестные акции. Давайте по честным правилам изберем новый парламент. И тогда мы посмотрим, какие партии народ выберет. Это вот главная цель, в том числе и наших вот этих разоблачений. Дмитрий Гудков, если вам близка его позиция, 55-33 смс-сообщение с буквой А. Я помню в декабре нескольких депутатов, которые громогласно обещали сдать мандаты. И с тех пор, куда бы они ни выходили на массовые мероприятия, толпа, причем, в общем, либерально настроенная... Вы приходите 15 сентября. Значит, всегда им кричит, сдай мандат. Фамилии этих депутатов Гудков и Пономарев. Это вранье. Гудков и Пономарев. Это вранье. Они обещали сдать мандат 8 месяцев назад. Дим, подожди. Потому что врать не надо. Врать не надо. Я напоминаю вам ваши слова. Значит, врать не надо. Слова были очень... Очень не хочется расставаться с мандатами. Были только Геннадия Гудкова. Да, да, да. Который сказал, мы сдадим мандаты, но сначала отберем их у Единой России. Ага. Эти слова были. Геннадию Гудкову, мне и Пономареву. Потому что не надо врать. Потому что не надо врать сидеть. Потому что приходи на митинги и посмотришь, кому что кричат там. Если больше нечего сказать, ты тогда кричи. Вранье. Просто не надо врать постоянно. Вот это постоянное, циничное вранье ваше. Которое достало, бесит и раздражает нас уже. Но, к сожалению... Давай, ври дальше. Давай, давай. Те депутаты, которые сейчас рассчитывают на то, что у них получится совмещать активные занятия бизнесом и активные занятия политической деятельностью и статус депутата Государственной Думы... Вне зависимости от принадлежности. Вне зависимости от принадлежности к партии. Это мы посмотрим. Мне кажется, что эти депутаты должны быть разочарованы. Это мы посмотрим. Это Владимир Бурбатов. Если вам близка его позиция, то на 55.33, пожалуйста, отправьте смс-сообщение с буквой Б. У вас буквально две минуты. Да, сейчас мы будем принимать телефонные звонки, зачитывать ваши письма. 65 10 99 и 6, код Москвы 495, финам.фм. Это наш портал в интернете. Там идет и прямая веб-трансляция. Добрый вечер. В эфире как у меня нет. Добрый вечер. Алло. Алло. Добрый вечер. Как вас зовут? У меня не вопрос. У меня небольшая река. Нет, как вас зовут? Прости, прошу прощения. Илья меня зовут. Да, Илья. Значит, очень тяжело слушать эфир, потому что совершенно не сдерживается Дмитрий. Хотя Владимир ведет себя очень спокойно. Но это реплика, так. Ну, мне позиция Дмитрия, конечно, ближе. А реплика еще у меня такая, что жалко, что у нас молодые депутаты, да, они не могут продвинуться. Либо как Дмитрий за счет жесткого следования линии партии, либо как, ой, как Владимир, да, либо как Дмитрия за счет огульной критики власти. Спасибо. Спасибо. Ну, это реплика, да. Если вам близка позиция Гудкова, 5-5-3-3, смс-сообщение с буквой А, вам близка позиция Бурматова, 5-5-3-3, смс-сообщение с буквой Б. Вы в эфире. Как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Ирван. Да. У меня тоже короткая реплика, она по поводу сдать мандат. Вот как бы независимо, или на митинге, там, в аквапарке, на рынке, где угодно, когда я вижу единороз, он все время хочет сказать ему сдать мандат. Все, спасибо. Хорошо. В аквапарке это особенно трогательно. У нас не предмодерируются звонки. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Алексей. Хотел свое мнение высказать и Гудкову задать вопрос. Давайте. В общем, что касается бренда «Единой России», я воспринимаю его как силу, узурпившую власть в России. Но вопрос к Гудкову. А где вы же раньше были? Вы же не неделю назад появились. Почему вы, как оппозиция, не предъявили, допустим, вот эту информацию перед выборами? Почему не эскалировали тогда, а сейчас просто отвечаете только в свою защиту? Да, спасибо. Пожалуйста. Во-первых, я пришел в Думу только в декабре, потом были митинги, потом мы пытались носить поправки, пытались как-то заставить власть пойти на реформы политические, потом начались репрессии. И мы поняли, что единственный возможный способ — это изучить декларации и попытаться найти там какие-то изъяны и нарушения. Вот мы этим занимаемся. Это не такая простая работа на самом деле. Это правда. Нужно проанализировать все цифры, вот. А потом еще очень важный момент. Для чего мы это все делаем? Для формирования общественного мнения. Если мы бы это сделали, например, в мае, в июне, в июле, не было просто такого эффекта. А сейчас эта тема, она одна из самых актуальных. Поэтому как просто специалист в области медиа, я понял, когда и в какой момент эту информацию нужно выбрасывать. Для максимального эффекта. Ну, когда пришла пора спасать задницу, это, конечно. Это Дмитрий Гудков, Владимир Бурматов. По поводу узурпировая в партии узурпировавшую власть. Ну, давайте по задницам, скорее. Нет, не будете комментировать. Ну, если волеизъявление народа называется узурпацией власти, ну, это право нашего слушателя. А оппозиция у нас, конечно, очень занятая. У них то митинги на площади, то итальянские забастовки в Думе. Работать людям совсем некогда. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей, я из Москвы. Да. У меня вопрос к Владимиру. Вот Владимир, как бы, озвучил, что, ну, близка позиция, ну, принятия комменции, которая вспоминалась. Вот у меня такой вопрос. Какие вот он готов предпринять шаги, чтобы действительно эта комменция была принята, как-то уговорить, может быть, своих коллег по практике. Вот такой вопрос. Да, понятно, простите, три минуты у меня всего. Ну, я готов за это голосовать, например, но все-таки я бы хотел подчеркнуть, что я работаю в другом профильном комитете, и позиция профильного комитета, председателя, по крайней мере, она заключается в том, что конвенция тоже должна быть. Ну, она изменилась, потому что вас долбали, вас имеется в виду Единая Россия, из года в год, на самом деле, по поводу этой конвенции. Власть всегда надо долбать, это функция оппозиции, я на минуточку напоминаю это просто. Я подписываюсь под этим словом. Ну, а в чем дело? Я обещаю, что будут долбать каждый день вашу и вашу партию. Да, добрый вечер. Добрый вечер, Роман. Да. Юрий, огромное спасибо за эфир, было очень интересно. Мнение. Чума на оба их воровских дома. Почему так, Роман? А как еще? То есть, вы не верите никому? Нет, почему? Из этих двух людей, Единая Россия, Справедливая Россия, да вы что, издеваетесь что-то? Понятно, понятно, спасибо. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Добрый вечер, меня Андрей зовут. Да, Андрей, пожалуйста. Вы знаете, для меня этот разговор несколько бессмыслен. Я считаю, Геннадий Гудков-то за дело достается, потому что он нарушил договоренности некие, скажем, при формировании нового класса. И его обоградения, и дальнейшей его там жизни. Подождите, Андрей, простите, вы сейчас сделали достаточно серьезное заявление, а на основании чего вы считаете, что Геннадий Гудков динансировал или разорвал некие соглашения, кто их подписывал, с кем? Ну, потому что он раньше, он, во-первых, выходит из определенной структуры. Ну, это не диагноз, извините, да. Нет, я это понимаю. И до этого действительно он, в общем-то, так скажем, поддерживал политику партии и правительства. А после вот тех начавших событий, у меня так кажется, что у него был корыстный интерес. И он бы успокоился, если ему какую-нибудь должность дали в силовом министерстве. Да, спасибо. Я на самом деле благодарен вот этому слушателю, Дмитрий, да, и хочу, чтобы именно вот на озвученные вопросы вы ответили, пожалуйста. Вот именно ему я отвечаю, что нам предлагали и должности, нам предлагали выход из этого, из протестного движения в обмен на то, что никто не будет не трогать ни бизнес, ни Гудкова, ни одного, ни другого. Мы от этого отказались, потому что это свинство терпеть больше нельзя, когда, мало того, страну разворовали образование, здравоохранение, все просто разрушено и еще фальсифицируют выборы. Когда мы сказали еще в ноябре Геннадий Гудков в Думе, что если народ выйдет, мы выйдем вместе с народом. Вот просто он это обещание сдержал, я это поддержал. И с 10 декабря мы на всех этих акциях и пикетах, и никогда Гудков, это все чушь, никогда он не был в партии Единая Россия, он был лидером народной партии до этого, которую разрушили только потому, что он голосовал против отмены одномандатных округов, против принятия закона о референдуме президентского, который фактически ограничил возможности граждан проводить референдум. И за голосование как раз именно против позиции правительства, и ту народную партию, которую в том числе и я когда-то начинал, ее просто развалили и разрушили. Вы позволите мне одно слово в конце? Буквально. Я не знаю там насчет торга по поводу должностей, вполне допускаю, что это было, а может быть этого и не было, мне честно говоря все равно. Но очевидно, что Гудков сделал ставку на уличное протестное движение, и эта ставка не оправдалась, и это не имеет никакого отношения к той истории, которая сейчас раскручивается вокруг него. Зачитаю вот письмо нашего слушателя Андрея, который пишет, слушал эфир и стало грустно. Нет веры ни Следственного комитета, ни Бурматова, фамилия которого стала нарицательной, ни Гудковым, прикрывающим свой бизнес, как бы за последних не переживал. Спасибо за эфир, это написал Андрей. Но я хочу сказать, вот мнение Андрея не то, что не все, а абсолютное большинство слушателей, проголосовавших, не разделяет. 1208 человек проголосовало, 95,19% слушателей проголосовали за Дмитрия Гудкова. То есть ваша позиция им близка. 4,81% слушателей Финам-ФМ, для них близка позиция Владимира Бурматова. Вот такой расклад. Спасибо всем, это реальное время. И здесь были Дмитрий Гудков и Владимир Бурматов.